мы на месте хорошо мы приветствуем антона интересуемся готовлю он диагностики доверить ли он нам свои биополе наперёд сеанс хорошо я даю команду насчет риск и начинает сканировать пространство над головой антона под ногами тела антона и находит все но здесь поехали демон демон считает цифры над головой 12 12 керц хорошо дальше сукоп снимаются все маски и голограммы в клетке все проявляют кто будет мешать сожгу гомоноид у него есть и рептилоид скрэйми сколько игре давай хорошо объявляю всем программы на сегодня вы находитесь на чистке сейчас мы будем отдавать вам всю темную энергию возвращать всю светлую энергию вернее себе по праву после этого я дам команду вытащить все что вы оставили биополе антона после этого разве проведу рассинхронизацию сожгу каналы и проведу проверку 2 миллионам герц если кто-то что-то оставит или забудет он просто сгорит клетки по каналу все кто пройдет проверку уходят на свою чистоту первый раз и все кто меня обманет или что-то останется тени уже никуда не уйдут всем понятна процедура хорошо переходим к реверсу энергии и я даю команду на счет три тонкой копии антона спроецировать все энергетические сферические каналы ко всем ответственным подселенцам ответствен за чужеродные негативные патогенные низкой вибрационной энергии в его биополе 1 2 3 выстраиваются каналы сущности каждый подходит к своему каналу я даю команды тонкой копии произвести отчуждение все чужеродные патогенные низкой вибрационной энергии откат всех негативных программ негативных мыслей форм пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к антону энергия страха энергии неуверенности энергию всех болезни все что он мог получить от них возвращается к ним хорошо пока идет реверс демон как долго ты находишься в этом биополе 5 лет 5 лет у тебя контракт есть или ты здесь находишься чистой энергии пожрать много моих энергий контракта нет хорошо чем тебе так понравилось это биополя двуличный еще какие черты назови их какая все что выходит отсюда все что выходит отсюда хорошо ты привел суккуба или он сам пришел позвал я хорошо суккуб как еще один вопрос демона демон есть лярвы на биополе говорят ума голове в голове я еще не видел хорошо я просто тебе отдам все эти лярвы если ты хочешь меня по об этом попросить он говорит я буду рад освободить ее его от нее суккуб как долго ты находишься в этом биополе 45 полтора четыре с половиной года понятно хорошо гуманует откуда ты у меня моих словах о том что я говорил итак откуда ты нас базис какой-то на марсе базируется отчеты с марса пришел в это биополе что тебе так интересно было металл металл летал или металлвера я не слышу металл металл какой меня от него что-то железное идет он показывает цветом как алюминий что-то его связывает с ним а что именно тебя связывает с ним это твоя энергия металлическая лета как это понимать она на цветом как как алюминий такая какая-то энергия от него идет он верху у него голове верхней чакры как долго ты находишься в этом клеткой 123 и он может на этот монитор все мысли форум посылать и на счет 3 ты начинаешь понимать гуманоида 123 на слово нет бахар бахар оставим пока это ситуации как на какая-то а звезда и где она находится эта звезда каком направлении каком созвездии где-то за марс я не знаю мы знаем об этой звезде бахара может на их языке ладно оставим эту ситуацию хорошо рептилоид как долго ты с грейми находишься в этом биополе 12 лет 12 лет как у нас с реверсом верочка подожди не лет 12 месяцев 12 месяцев хорошо окей начали какой-то эксперимент вы эксперимент делали ли откачивали энергию и его подстраивали для работы для какой-то для какой работы рептилоид его подстраивали информации какой-то него по всему телу установки такие металлические а какая информация вам так интересна его биополе объясните мне я рекомендую вам просто говорить правду иначе все что я вытащу ваше я сожгу прямо на ваших глазах если ты хочешь как-то из этой ситуации выйти более-менее довольным отвечай на мои вопросы они через него собирали с других людей не собирали то есть практически он был вампиром или как это понимать он не мог оставаться на одном месте потому что им нужно было больше и больше разных речь информации о разных людях они все полностью снимали любую информацию откуда такое любопытство не понимаю почему вы именно таким образом решили эту информацию снять неужели не было других более цивилизованных методов помню у меня что-то не договорить что нам нужно это для нашего архива ну архив мы знаем что это такое биологические данные не определенной точки как у нас реверсом вера кончен устанавливаем фильтры золотой сеточки на все каналы и в порядке реверса антон забирает всю чистую светлую божественную энергию обратно пошла энергия божественная чисто 123 все что у него похитили все что у него изъяли до последней капли возвращает антон себе обратно он хозяин своих энергий возвращает все свое себе обратно хорошо кто из присутствующих был ответственность за агрессивность всплески эмоций негативных откуда эта злоба кто ее трансфорировал ну вот демон говорит что ты можешь сбирать все на нас но я хочу разобраться тем его собственный гнев это его собственный гнев хорошо над которым нужно работать как человеку хорошо усиливали этот гнев как-то немножко или вы его включали этот гнев нет мы его поддерживали и питались и ты знаешь демон я тебе верю я тебе верю почему-то здесь есть такие вещи как пороки есть такое такие вещи как ваша чистота и ваша чистота на которую вы видите на астральном плане это когда вот эти чувства которых ты называл энергии этих чувств они концентрируются в больших размерах то есть ты имеешь полное право быть имеешь полное право заходить и забирать то что находится на твоей чистоте если душа не осознанная поправь меня он мог реагировать по-другому и тогда был меня был резонанс но он открыл мне путь и я здесь все логично звучит дверь открыта изнутри да показывает гнев из него как темная вода вытекает ли он демон заходит на это вот как хорошо закончился реверс хорошо так реверс мы закончили давай тогда начнем с процедуры вытащить все рептилоид дай команду грэм сейчас выйти вытащить отключить все что вы подключили вытащить все голограммы все что у вас там есть и доложить мне о готовности к проверке приступая а ты описывай веру что они делают я так понимаю не с этим гуманоидом вместе работали гуманоид вы вместе с рептилоидом и грэм работали они делили делили информации ну просто рептилоид с гуманоидом рептилоид с грэмми пришли на год позже гуманоида то есть он их пригласил нет он их не пригласил но они поняли что лучше работать вместе потому что цель 1 согласен и даже пугаюсь пугает ваша кооперация они снимают у него с головы как ободок по всей голове который подключен как он воздействовал этот ободок грэй на физическом плане бесконечные мысли то есть это хаос мыслей как бы они его направляли в разные места стабильности нет подкидывали много разных идей нет расхода четкого плана а какие идеи вы деструктивные подкидывали сколько процентов этих идей было воплощено из ста не про такие идеи они такие идеи не бизнес а что другое встречи встречи как можно с большим количеством людей не мог остановиться на одном месте понял то есть вы его использовали в качестве того человека который ходил и он не знает что ему нужно подхватывает эти идеи встречается место не остается на одном месте встречается с другим приходит другие мысли чтобы больше ходить но смыть бессмысленное все это бессмысленное для него у него нет перспективы никакой в этом они не видят цель у него как бесполезная жизнь он не знает для чего так она реагировала эта установка то есть как робот он просто как робот ходил на разные работы то есть на одну тон другой тон третий но они сняли все у него полностью по позвоночнику в руки шло вниз заклепками такими вижу на позвоночнике все понятно хорошо так гуманоид тебе выходить надо или не надо или ты вытащишь сам все и он вытащит вытаскивай что там выходит от него она это какая-то как провод который он смотал просто какая функция этого провода была как она воздействовала на физическом плане лена и волна понятно что определенные они не определенные это мне тоже понятно ты объясни как она воздействовала эта волна на него это был мой вопрос он говорит на него не знаю как но вся вот эта установка получается рептилоидная а вот эта волна значит давала информация то есть это его волна чтобы чтобы это установка работала на его волну как какой дискомфорт он ощущал при с этим проводом в себе и он говорит что это энергия определенная ну чтобы информация шла на мою волну он получал тоже информация дискомфорт вот от этого устройства как таковая то волна нужно для меня зачем получал дискомфорт просто дискомфорт или боли какие то значит боли не получал он получил он смотрел он у него показывает он как робот он не может мыслить закончить эту мысль до понять для чего он был просто вот она вся эта установка вместе с этой энергии это энергия наработала на чистоте гуманоида понятно хорошо он все вытащил дожди он еще показывает что первое у него в голове она стояла вот как по спирали закрученная шла вниз позвоночник позже когда пришли рептилоид с грейми они усовершенствовали подключил просто к их конструкции все понятно поэтому все хорошо он все вытащил суккуб выходи снимай все что ты оставил все ленточки ошейники что у тебя там наручники него раньше и желтая чакра заняты что ты транслировал суккуб я транслировал ну понятно да а что тебе так в нем понравилось какая чистота есть что то что тебя так притянуло похоти притянуло понятно хорошо мы это услышали эту вибрацию это слово смотри какая я молодая красивая но на тебе себя показывает я не понимаю это что так с этими суккубами ничего не мне все себя показывают а ты что хочешь я тебя похвалил не могу должность и уровень не позволяет делать ложные заявления поэтому давай ты будешь на своем берегу а я буду на своем берегу она говорит что у всех вас ленки текут таких как я независимо от уровня да вот мне по барабану честно говоря твои похоть есть более высшие цели в этой жизни и они совсем неземные можешь поверить ты никак не можешь ему дать любовь вообще только удовлетворение но я говорю а это является смыслом сексуальной отношения хорошо оставляем эту тему хорошо демон давай выходи вытаскивай снимай все что оставил от нее еще идет постоянно чтобы на земле для этого но кроме всего другого у вас есть еще физическое тело безусловно есть физическое тело но если дух и душа физическое тело это биоробот который отслужит свою службу и разложится его сидят червяки а душа перейдет в вечность вместе с этим опытом хорошо демон вытаскивай все что он делал девочка какие-то красные штаны снимать демона как они воздействовали на него эти штаны чесалась давила болела как отяжеляла его мысль хорошо то есть ты практически ищу утяжелял все что спроиздуцировали гуманоид вместе с рептилоидом и грейм правильно нет и его чувствовать его реакции утяжелял понятно то есть она нужны мне его мысли хорошо у него вот этих но они больше на колготки похожи чем на штаны внизу на подошвах они очень высокие таки тяжелым снял он все понятно хорошо демон я тебе разрешаю забрать все лярвы я не понимаю как лярва может в голове находиться ты можешь мне объяснить я видел на голове но вы говорит не так выразился начну голове хорошо забирай какая мне разница тебе до черные мысли они же не на голове безусловно они в голове но лярва от этих черных мыслей всегда растет на голове на сердце на животе на ногах понимаешь разницу большую для меня это важно но он у него показывает именно черные мысли в голове хорошо я понял готов я подхожу к антону кладу руки на плечи и даю импульс высокой аббрационал шока удара сжигая все каналы к интерферентам один два три удар сжигается все каналы отлетают открывается портал галактическое дро не летает на переработку закрывая печатая растре готов хорошо переходим к проверке я включаю я даю команду скэнер на контрольную проверку один два три начинается контрольная проверка готова чисто да хорошо все все сняли хорошо так рептилоид с грэми вы готовы ходить мы это биополе будем проверять поэтому рекомендую вам больше не пытаться сюда приходить а найти новое место обитания ну что второй раз я не такой дружелюбный как вы знаете хорошо открывается наверху два портала один на чистоте рептилоида против часовой стрелки на его чистоте и один на чистоте грэв 1 2 3 и рептилоид уходит свой портал грэй уходит свой портал закрываем опечатаем растворяем готов хорошо у меня есть вопрос ли ли выйди пожалуйста на связь приветствуйте али у меня один вопрос есть такая планета бахар брать в районе марса искусственно созданная звезда звезда это звезда да это не планета эта звезда хорошо значит я почему переспросил мне просто надо было проверить говорить ли гуманоид правду или нет тут такая ситуация я намерен его отпускать есть какие-то возражения нет возражения тут осознанность тут нечего сказать хорошо благодарю ли гуманоиды готова уходить готова открывается против часовой стрелки наверху портал на чистоте гуманоида 1 2 3 и он уходит на свою чистоту закрывая печатать растворе искусственно созданная звезда такое бывает хорошо суккуб готов уходить тебя столько женихов дожидается там формы свои показать им сочную девушку любой захочет хорошо мне нравится твоя скромность ты готова уходить сочная девушка поэтому хорошо открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте суккуба 1 2 3 и она уходит сочная девочка на свою чистоту закрываем опечатаем растворяем ставим пентаграмму хорошо и демон хочет забрать еще весь негатив который в нем остался в антоне чувств да и я включаем тону внутренний белый свет 1 2 3 и насчет 3 антон начинает выдавливать из себя все негативные патогенные энергии чувств энергии страха неуверенности болезни зависти все патогенные негативные не названные энергии все это выходит и формирует а в шар перед антоном демон знает эти энергии готова да че же мы не знать эти энергии большой шар или диск что там у нас шар как мяч мяч хорошо демон забирай отправляя демона готов готов уходить подзарядился напоследок готов согласен открывается внизу портал против часовой стрелки 1 2 3 демон забирает все что он с собой принес и уходит на свою чистоту закрывая печатая растворяясь в огненную пентаграмму клетка пустая у нас да хорошо проверку все прошли всех отправили переходим к процедуре частот ты знаешь он как в воде стоит он вот ноги поднимает ноги поднимает одну за другом как шагает и у него волны под ногами и я даю команду на счет три вся эта вода выходит и отправляется в клетку тюрьму один-два-три да будет так и таки есть она в шар смуталась и от этого шара выстраивается канал к ответственному и я его притягиваю где бы ни находился во вселенной один-два-три да будет так и таки есть это его вода он как по течению плывет это идет вода это плыть по течению очень интересно хорошо давай от этого шара с водой выстроим канал сейчас к антону 1 2 3 и сделаем реверс заберем все чистые энергии которые вошли в этот шар с водой от антона все чистые энергии возвращаем назад на счет 3 1 2 3 да будет так и так и есть пошел реверс он в постоянных поисках себе его это злит и вот результаты этой злости что-нибудь возвращается вера посмотри пожалуйста нет идет просто информация хорошо открывается портал в галактической дру под этим шаром с водой он улетает на переработку закрываем печатаем растворяем поехали дальше заливается пустоты образовавшиеся от темных и патогенных энергии где-то еще осталось негативная энергия то энергия прояет и в виде темных пятен 1 2 3 пошел свет у него в сердце знаешь как заноза сидит а вот тонкая копия это тонкая копия в принципе все показывает про воду и вот эту вот занозу но и показывает в сердце у него он не может выйти он сам должен избавиться от нее хорошо антон вы готовы избавиться от этой занозы в сердце он очень хочет хорошо я включаю вам сейчас внутренний белый свет и вы соберите все свое намерение и на счет 3 мы вместе выдавим эту занозу из вас рвать сердце она зависит в воздухе 1 2 3 да будет так атаки есть заноза выходит ты знаешь он не может какие-то ответы найти неудовлетворенность какая-то хорошо вышла заноза хорошо антон вы готовы от нее избавиться навсегда на данном этапе перочка открывается воронка против часовой стрелки 1 2 3 появляется твой высоко вибрационный инструмент для удаления остаточных негативных энергий вибрации в биополе антона приступая к работе удаляя весь негатив и засасывает эту занозу в свой инструмент приступая и выкидывая всю воронку носиц на переработку в чистой первичной энергии закрывая печатая растворяя хорошо переходим к аннулирование контрактов и договоров синхронизируется энергии вибрации гармонизируется распределяется усваивается наиболее эффективным образом 1 2 3 и на счет 3 запускаем процент терапии надо время гармонизироваться хорошо ждем синхронизации гармонизации как будто надышаться не может энергиями этими они ему как ответы приходят которых он искал которых ну просто он он как раз ширина видеть начинает что есть много других возможностей чем те которые он видел хорошо готова и насчет 3 запускаем против 1 2 3 пошел процесс моим ангел отлично еще одного ангела а очень с трудом у него разлепились крылья на энергии от него волнами идут замечательно крылья как будто сейчас родились у него они как не оперившийся что ли значит чтоб они оперились ему надо вот эти энергии пустить в них вообще привыкнуть к ним принять себя таким хорошо на честь у него домашнее задание синхронизируется энергии вибрации гармонизируется распределяется усваивается наиболее эффективным образом 1 2 3 хорошо антон как вы себя чувствуете уверенно чувствую замечательно запомните это чувство у нас осталось еще остались 10 вопросов к вашему куратору и я делаю запрос в энергоинформационном поле и приглашая к нам прийти друга ангела друга антона в нашу комнату диагностики мужчина снимаются все маски и голограммы фантом пристает перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду днк мы приветствуем куратор и лючий для антона представьтесь пожалуйста уважаемый как нам обращаться к вам рерик рерик очень редко имя никогда такого и слышал аккуратор или друг скорее сюда уважаемый рерик у нас меня зовут влад это вера мы сегодня проводили чистку вашего подопечного убрали все что в нем было негативное вы в курсе я думаю то что сегодня происходило здесь и в конце при идентификации он показал нам свои крылья мы уже поняли о чем идет речь и кто к нам придет кроме того антон подготовил 10 вопросов своему куратору будете ли вы так любезны уважаемый ангел рерик ответить на эти вопросы я приветствую всех вас в этой комнате антон мой друг уже много лет я отвечу те вопросы которые я знаю ответ замечательно если вы что-то не хотите отвечать или хотите или рано отвечать скажите просто следующий вопрос я постараюсь максимально помочь благодарю вас хорошо я начинаю тогда с первого вопроса кто я и откуда моя душа я его переформулирую уровень высшего я и ангельский уровень потому что понятно что это ангельская душа седьмой ангельский девятый высшая я ангельский седьмой высшая я девятый благодарю вас второй вопрос сколько негативной энергии я накопил уже в этом воплощении 25 процентов благодарю вас уровень высшего я мы уже ответили давайте заменим на вопрос сколько кармических узлов он прошел сколько осталось 2 прошел впереди точно 2 может быть 3 будет зависеть от него благодарю вас будущее много вариантов всегда можно сократить или удлинить свой путь благодарю вас уважаемый ангел рерик я перехожу к следующим вопросом расскажите про воплощение на земле где мы с моей женой что-то не проработали в чем причина этой непроработки в одной из прошлых жизней твоя жена была твоей мамой это цыганский табор твоя мама учила тебя обманывать людей с малых лет отпускала зарабатывать деньги а любовь которую ты не увидел это вы прорабатываете благодарю вас уважаемый рерик здесь все понятно любовь можно переходить к пятому вопросу позволите или вы хотели добавить что-то 1736 год территория нынешней молдавии румынии венгрии там он жил как эта жизнь у него прошла чем она закончилась куком прожил если подвести коротко итоги я понимаю вы куратор на эту жизнь вам надо в архивах посмотреть его зарезали до 30 лет по моему да нет 42 42 пьяная драка или что-то я как гулянках так и прошла обманах ну да я думаю там и сущность ним еще и сидела и не одна серьезная понятно значит в этом жизни мы есть над чем поработать благодарю вас уважаемый рерик вы закончили на пятый вопрос сколько воплощений было у меня на земле расскажите о самом значимом для моего развития только что рассказали да я остановлюсь на том что это и есть твое самое значимое то что ты не проработал предыдущих жизнях ты лучше заострить свое внимание именно на этом чем искать прошлые жизни сегодняшний день очень важен сегодняшним днем ты можешь ты можешь изменить себя и свое будущее считаем эту жизнь точка отсчета иначе ты будешь ходить по кругу поисках любви из жизни в жизнь посмотри на то что ты имеешь в этой жизни и оцени это по достоинству это седьмая жизнь на земле благодарю вас и действительно нет ответа на самое важное самая важная жизнь это та которая сейчас идет значимая если уже на этом этапе то соответственно надо исходить не из прошлого а смотреть в период в сторону духовного развития я продолжаю тогда уважаемый рерик если вы позволите пожалуйста шестой вопрос на что моей души надо обратить внимание и что надо в себе развивать над чем работать в этом воплощении ощущение что мы об одном и том же говорим постоянно я добавлю немного по этому поводу тебя мало опыта жизни на земле поэтому попадая на землю ты забываешь зачем приходишь и начинаешь искать земные радости совсем забывая что ты приходишь развиваться и расширять свою душу поисках знаний и осознанности мало того как ангел ты должен отдавать а не только брать отдавать доброту милосердие понимание умение успокоить а ты из жизни в жизнь поглощаешь и берешь поэтому остановись посмотри в окно вокруг себя и загляни внутрь себя начни начни другой виток своей жизни осознанный благодарю вас уважаемый рерик замечательный ответ все понятно четко без лишних слов я уверен что антон это послание воспримет правильно если вы закончили я позволите переходить следующему вопросу я пытался вложить свои слова глубину чтобы он меня услышал и понял я буду рад если это получится у вас получилось во всяком случае я понял глубину этих слов которые стоят и остается только на его реакцию надеется что она будет правильно и как вы и сказали новый отрезок начнется с этого дня это в принципе есть наша работа мы открываем двери людям но идти им в эти двери придется самому я уверен уважаемый рерик вы наверняка долго стучались к своему подопечному направляя его и действительно это один из может быть самый лучший момент его жизни потому что это как раз тот шанс когда он понимает уже знает кто он и соответственно не может оставаться тем кем он был до этого только сам человек должен делать шаги в поисках себя она это все начинается только с признания своих собственных ошибок и как только человек это осознает вот это и начинается опять мы перед словом осознанность благодарю вас за этот урок и за этот ответ уважаемый рерик позволите дальше продолжать до седьмой вопрос очень легко ответить но я вам его безусловно передаю каково мое предназначение в этом воплощении ты ждешь что я отвечу материальные вещи и направлю куда тебе идти этого не будет по одной простой причине это не моя задача моя задача направлять тебя вглубь себя и расширять твое сознание и понимание делая это ты будешь видеть правильные пути развивая свою интуицию и видение только так ты сможешь развиваться и открывать правильные двери твое предназначение саморазвитие и как я уже сказал ранее не в потреблении а в отдаче тебе нужно научиться отдавать они только получать и требовать внимание и винить всех вокруг вы закончили да благодарю вас уважаемая рерик следующий вопрос где я могу черпать энергию любовь окружу себя любовью благодарю вас девятый вопрос в чем причина моей неуверенности возвращаясь к предыдущему вопросу пожалуйста когда у тебя есть любовь тебя есть радость соответственно у тебя есть уверенность и защита ты всегда знаешь что ты можешь надеяться на своих любимых чтобы ты не сделал ты всегда знаешь что тебя есть поддержка но эту любовь нужно не только брать но и давать я сказала раньше что у тебя все есть для этого вокруг тебя так открой глаза переосмысление должно произойти тебя есть все но ты недоволен только ты сам можешь изменить это мы закончили да благодарю вас девятый вопрос в чем причина моей неуверенности я уже ответил ты не чувствуешь тыла тебе не на кого опереться я уже ответил у тебя есть все и даже больше чем у многих других но ты не видишь и ты не удовлетворен отсюда неуверенность вот как благодарю за этот очень развернутый понятный ответ уважаемый верик если вы позволите последний десятый вопрос в чем причина моей злобы неудовлетворенности тебе что-то недостаточно постоянно она как все одно из другое это цепочка цепочка вытекает одно из другого да значит это неуверенность причина является его злоба я правильно понимаю уважаемый уверенность и неудовлетворенность постоянно не хватает чего-то и как вы сказали он уже имеет это что-то даже больше чем другие но не в состоянии подняться над собой оценить это и быть благодарным за то что уже имеет можно благодарность нужно дарить благодарность нужно дарить а задача у всех ангелов в принципе одна это дарить свет и любовь всем с кем они встречаются но это можно сделать только тогда уважаемый релик когда ты достигс мира и гармонии в самом себе любовь это как шар внутри тебя который расширяется и раздает эту любовь вокруг тебя это определенная энергия которую видно которую можно чувствовать даже не понимая почему человек будет хотеть находиться рядом с тобой в твоем сияние но ты заменил материальное и ты постоянно что-то хочешь забыв про любовь доброту благодарность безвозмездное чувство любви которое должно быть внутри тебя твоя погоня за материальным делает тебя неуверенным неудовлетворенным ну она идет в принципе вразрез с ангельскими энергиями если это так можно представить потому что материальный ангельский мир это немножко разные мира она делает пустым пустым ядро любви но это ядро она недолго будет пустым в него обязательно войдет темный мир как мы уже убеждались много раз когда пустота присутствует она никогда долго не присутствует и чем больше мы позволяем войти в нас этим чувством тем больше они заполняют это и есть твоя заноза вот это которую мы вытаскивали сегодня неуверенность и неудовлетворенность вы знаете я не смог ее вытащить рерик сам с первого раза мне пришлось его подключить и чтобы он активировал все свои намерения она видать очень глубоко сидела и была эта заноза им самим так сказать загнана в это сердце она вернется если он будет продолжать жить как жил благодарю вас за это замечание это очень важно уважаемый рерик у нас вопросы закончились если вы сейчас считаете нужным активировать ангельские энергии если он готов антон это был бы самый лучший момент и если вы хотели что-то добавить пожалуйста его ангельские энергии присутствует внутри него только он сам должен прочувствовать их и активировать и я могу их лишь усилить хорошо давайте сделаем все что можно сделать для антона в надежде что он этот свет разожгет еще больше изнутри и это пламя света окутает все вокруг него пламя любви он не готов я понимаю поэтому я вижу вы немножко сдержаны в этих моментах он пуст ему нужно найти это внутри себя опериться посмотри на его крылья мы видели они как будто только расправились и новорожденные абсолютно верно как у цыпленка маленького если можно так заметить определенная работа должна произойти внутри понимание осознание эта заноза должна превратиться в искру любви и разрастись до большого ядра выйдя за пределы тел в идеале хорошо антон перед вами стоит очень много работы сейчас но это одна в принципе эта работа и является смыслом вашего пребывания в этом воплощении на земле прислушайтесь пожалуйста к советам вашего куратора и друга Рерика здесь действительно нечего просто больше добавить здесь все уже указано и вы сейчас должны сделать два шага вперед и вам сделают два шага навстречу но только вы должны начать первым это как только у вас появится осознание понимание этого всего вы заметите как у вас сразу увеличатся ваши внутренние силы не ищите их снаружи ищите их внутри они уже у вас это искра там где заноза сидела как вам и сказали должна в пламя разраститься в огромный поток света даряющий любовь радость и все только положительное что ангельский мир может дарить если вы позволите уважаемый Рерик за это дополнение благодарю уважаемый куратор Рерик у нас есть очень добрая традиция в этой комнате диагностики каждому куратору каждому учителю который к нам приходит а были из всех миров ангельские мира были и со всей галактики мы всем делали очень такой подарок который еще никто не отказался даже первородные души и Верочка в твоих руках появляется большая корзинка с самыми вкусными и спелыми ягодами которые есть на земле один два три и мы хотим спросить уважаемого Рерика будет ли он так любезен принять этот скромный подарок в знак благодарности за его помощь за то что он сегодня пришел ответил на эти вопросы за эти ответы которые мы получили сегодня я приму ваш подарок с благодарностью благодарим вас поделитесь поделитесь мои энергии ангельские энергии принимаем всегда благодарим вас мы здесь все с крыльями в этой комнате аж вибрации пошли по телу благодарю вас уважаемые Рерик будем прощать любовь это то что не хватает сейчас на земле а были времена когда на земле хватало любви можно так спросить были я к сожалению не помню об этих временах в силу своей ограниченности в этом биороботе но если вы говорите что такие времена были я надеюсь они когда-нибудь снова наступят потому что мы действительно живем в каком-то странном мире сейчас с нашей точки зрения были не времена были определенные народы а народы были защищенные скажем так от других народов которые жили в любви и гармонии я первый раз об этом но это другая история безусловно я первый раз об этом слышу но все равно очень приятно узнать о том что такие времена действительно на земле были и это не касается библейских Адама и Евы вот а касается какого-то отрезка промежутка нашего человеческого где определенные народы действительно смогли жить в любви и мире и не убивать друг друга и не захватывать чужие страны очень интересный разговор с вами был уважаемый релик а там и Евы были лишь экспериментом я знаю причем они были не одни насколько я знаю было несколько пар но это не является темой нашего разговора сегодня примите на этом месте уважаемый релик скажем так были другие жители что-то мне указывает на первородные души это когда еще те времена когда архангелы спускались на землю и обучали людей это не этот период нет хорошо благодарю вас уважаемый релик примите на этом месте нашу искреннюю энергию благодарности от меня от веры от вашего подопечного и друга Антона я не говорю прощайте я говорю до скорых встреч что-то мне внутри подсказывает что он серьезно воспримет ваши слова и когда-нибудь состоится новая встреча когда вы будете гордиться своим подопечным я благодарю всех за встречу благодарим вас уважаемый релик и желаю Антону найти эту искру внутри себя и разжечь ее начиная с себя и своей семьи да будет так могу сказать а так и есть благодарю благодарю вас и до скорых встреч уважаемый релик всего вам доброго рассинхронизируйся верочка готова аж мудрость шла от него от каждого слова ни одного лишнего слова не сказал обожаю общаться с кураторами хорошо уважаемый Антон как вам сегодня наша встреча с куратором вашим или ваша встреча с вашим куратором нет слов хорошо у вас вы поняли сколько работы перед вами лежит но поверьте мне это самая главная работа для чего вы пришли на эту землю будем возвращать вас назад ваш пиар робот желаем вам всего наилучшего заправляйтесь энергиями выкидывайте негативы себя в этом сеансе как мы вам показали продолжайте работать над собой и вы услышите новые страницы вернее откроется перед вами вашей жизни желаю вам всего наилучшего и для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Антона в систему биоробот душа заводим подключаем его к каждому органу каждой клеточке каждой из венки головного мозга проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами готово и отключаясь от объекта и перемещаясь в комнату диагностики один два три пошел пойдем я на месте я на месте в этом месте можем предназначение вам п